Больше никаких тренировочных площадок. Начинающие водители будут сдавать всего один практический экзамен. Однако теперь вместо автодромов – настоящие боевые условия. Именно на городские улицы перевели основную часть заданий. На сдачу экзамена у курсантов полчаса. За это время инспектор ГИБДД должен понять, готов ученик стать водителем или нет. Те упражнения, которые выполнялись по первоначальным навыкам управления, это площадка, автодром, они будут проверяться в условиях дорожного движения. То есть те упражнения, которые раньше были на автодроме, они будут проверяться и контролироваться инспектором в условиях дорожного движения. В Тюмени уже разработан специальный маршрут, однако четкого плана, по которому должен двигаться курсант, нет. Инспектор имеет полное право отправить новичка на незнакомый участок улицы и давать задания в любой последовательности. Например, перестроиться или проехать нерегулируемый перекресток. А если курсант не сможет разрулить сложную ситуацию на дороге, то машина будет остановлена. В новом регламенте сформулировано 19 навыков, которыми должен владеть будущий водитель. Кроме банальных, например, умения проезжать перекресток, инспекторы будут обращать внимание на то, как в принципе водитель ведет себя за рулем. Например, насколько правильно выбирает скорость движения с учетом погодных и дорожных условий. Меняются площадки, а вот количество штрафных баллов остается прежним. Их должно быть не больше пяти. Испытания будут остановлены, если курсант забудет пристегнуться или возьмет в руки телефон. Даниил одним из первых сдает экзамен по новым стандартам. И несмотря на то, что правила буквально отскативаются от зубов, выехать на большую дорогу – настоящее испытание. По новому регламенту все будет как бы в городе сделано. То есть как бы готовились-то мы к одному. Волнение не то чтобы нет, есть сомнение небольшое, что могу не сдать, что-то там забыть и все. А вот сами инструкторы сохраняют спокойствие. У них появилось больше времени на теорию. Кроме того, нововведение позволит сократить срок получения прав. Просто больше ответственности, ну и тщательная подготовка самих курсантов будет. Что они будут понимать уже от себя ответственность, что там на автороме сбили конусы, а тут у нас уже автомобили. Поэтому будет более тщательная подготовка и для курсантов это будет только плюсом. Но есть и сложности, по словам руководства автошкол. Нужно как следует обкатать новую схему. Ведь из-за нововведений придется полностью изменить подход к обучению водителей. Сейчас инспектор, который принимать экзамены будет, он в ситуации очень сложной оказывается. Потому что, во-первых, он не знает человека абсолютно. Соответственно, при любой минимальной опасности, как мне кажется, будет нажиматься педаль, а это вмешательство в управление транспортным средствами. Оценка не сдал ставится. Это первая такая основная загвоздка. Дальше у нас идет по системе страхования. То есть, если у нас ответственность нес полностью инструктор по вождению, который имеет определенный документ на право обучать, то сейчас, получается, за педалями сидит инспектор, который не является человеком, который имеет право обучать. Соответственно, нагрузка в ответственности ложится на самого курсанта. Несмотря на то, что экзамены будут приниматься на дорогах, на автодромах продолжат отработку навыков. Здесь же будут оценивать подготовку водителей мотоциклов. И учитывая растущую популярность двухколесного транспорта, количество автошкол, по словам экспертов, меньше не станет. Юлия Никифорова, Максим Плюхин, Тюменская служба новостей.